Всем привет, ребят! На сегодня у меня для вас две хорошие новости. Давайте начнем с первой, так как очень много людей именно заморочены ответами на эти вопросы. 5 августа после технических работ по 26 августа можно досрочно завершить выпуск сезонного сервера. Если вы уже считаете, что вы достаточно заточили шмот, вы больше ничего не хотите переносить с этого сезонного сервера, ваш персонаж прокачан, вы считаете, и вы завершили 40-дневный квест у Фугара, вы можете завершить досрочное окончание сезонного сервера и сделать из вашего сезонного персонажа обычного. Точно так же сможете сделать из шмота и бижутерии тувалы, ту, которую вы хотите перенести, обычный шмот, который вы сможете надевать на любого персонажа. Итак, что вам нужно будет сделать? 5 числа вам нужно будет подойти к Фугару, но, ребят, сразу скажу, не надо торопыжничать 5 числа, кто посмотрит это видео, специально буду говорить об этом в начале видео, 5 числа специально ради вас, исключительно ради вас, я завершу досрочно этот сезонный сервер, на своем персонаже, хотя еще могу 20 дней потом получать, в принципе, свиточки удачи, но исключительно ради вас, я завершу этот сезон и поэтапно вам объясню, расскажу, что нужно сделать. То есть, подойду, сделаю квест, который нужно будет сделать, заберу каморки, покажу, как из оружия бижутерии сделать обычное оружие бижутерию, в мод, чтобы вы потом не накололись, а ни с чем. И спокойненько посмотрите этот видосик, возьмете ту Иллирию, которую вам нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Просто давайте пройдемся, потому что нам вообще за этот сезонный сервер перепадет какие награды. Если вы сделали уже задание, больше не хотите, да, и досрочно решили завершить. Ну и также вообще сезонный сервер завершится досрочно. 2 сентября у нас уже стартанет новый сезонный сервер, а вместе с ним выйдет у нас новый персонаж Хасашин. Также предсоздание этого персонажа уже будет доступно у нас 26 числа после тех работ. Так что вот это еще одна хорошая новость, которая вас ожидала. Итак, после того, как мы побазарим с фугаром, это для торопы, которые не хотят ничего ждать, никаких видео, ничего не знают, они все знают, они самые классные, просто вообще чуваки и чувихи, я так быстренько набегом расскажу, что нужно будет сделать. Завершаете задание у фугара, подбегаете к нему и нажимаете «Я хочу заменить сезонного персонажа», но обычного бежите потом к НИПу «Секретарь подразделения Ворон Рейла», найдете ее по заданию фугара, отправляетесь к секретарю подразделения Ворон, о которой вам расскажет фугар и покажет, соответственно, где она находится. Получите задание «Сезонный сервер», твоя слой перед выбором у НИП Рейли и вернетесь к фугару, чтобы завершить задание. Завершили. После диалога с фугаром вы сможете получить предмет почетный диплом «Искатели приключений», а в списке заданий можно будет получить задание «Сезонный сервер» «Выпуск в бескрайний и суровый мир». Перемещайтесь на обычный сервер, используйте почетный диплом «Искатели приключений», чтобы завершить изменения персонажа на обычного. После того, как вы зверите этот диплом, ваш сезонный персонаж станет обычным и вы не сможете более заходить на сезонный сервер. Даже если вы удалите этого персонажа, вы больше не сможете зайти на сезонный сервер и создать там новый персонаж. Все, вы завершили. До свидания. Все, вас обратно не пусть. Будьте внимательны. Если вы захотели закончить сезонный сервер, распрощаться с ним, то хорошенько подумайте. Здесь еще можно пофармить точки, поменять их на фейлики, да и вообще побегать. Здесь тепло, уютно и мухи не кусают. Дальше. Подарки к выпускному и перенос снаряжения Тувал. Для игроков, которые изменили сезонного персонажа на обычного, Нип Фугар подготовил подарок-сюрприз. Поэтому навестите его еще раз. Выберите диплом, использован во время диалога с Фугаром, чтобы получить выпускной сундук с подарками. В этом сундучке будет находиться сундук с камнями переноса Тувалы. Нам дадут ровно столько камней. То есть, там будет камни для бижутерии, по два камня на кольцо, по два камня на серьги, камень на пояс, камень на журелку и камни, соответственно, шмот и оружие. Также по оружию сразу скажу, вы через этот камень Тувалы, свое оружие сезонного персонажа, пакуете, и оно пакуется в сундучок. Этот сундучок вы потом берете и открываете на любом персонаж, на котором вы хотите использовать в дальнейшем это оружие. Не обязательно это должен быть тот персонаж, которого вы перенесли с сезонного сервера. Это может быть любое. Допустим, у меня фурия, но я не хочу на фурию, допустим, то оружие, оно мне нужно на другого персонажа. К примеру, я хочу играть стражем. Ну, к примеру. Сразу, ребят, оговорюсь, не оставляйте эти сундучки, вы не сможете их открыть на Хасашина и пользоваться. так как, если вы создадите Хасашина на новом сервере сезона, он будет сезонным персонажем, а эти сундучки уже не будут сезонным снаряжением, соответственно, выносить их Хасашином не сможешь. Так что, ждать смысла нет, уберете эти сундучки и юзаете на любом персии, который не сезонный. Ну, или можете оставить, потому что, я думаю, не сразу, где-то недельки через 2-3 это оружие можно будет открыть потом на Хасашина. Но, опять же, это не точно. Так что, не советовал бы ждать, а просто открываете сундучки на том персии, который вам нужен. Хасашина можете не ждать. Там уже второй сезон закончится, пока разрешат сундучки использовать. Разрешат вообще на Хасашин. Так что, не парьтесь. Купон обмена снаряжения БОСа. Это то есть, вы одно какое-то свое снаряжение, кроме бижутерии, это оружие, либо броню, можете через этот купон, одно максимального уровня заточки, который у вас будет, это 20-е, 19-е, либо 18-е, перекинуть в эквивалент боссовской смотки на минус одну заточку. То есть, 20-е у вас, к примеру, шапка, вы сможете эту 20-ю шапку Туалы сделать 19-ой шапкой Гиаса. Не сможете сделать ее Грифоном. Там у нас будет Гиас, Маскан, Пхеги, Кутум, там не будет Нувера, кстати говоря, там будет Кутум, Гзарка и Карамбр. А, ну и Древень, соответственно. Там не Красный Нос будет, а Тушка Древняя. Вот эти вот вещи вы сможете выбрать. Если у вас 20-е вещи, вы сможете сделать 19-е. Если у вас 19-е вещи Тувалы, 18-е, боссовскую шмотку получите. Если 17-ая шмотка, вернее 18-ая, то получите 17-ую. Вот как-то так. То есть, минус 1 уровень заточки. Этот босс-шмот, который вы поменяете через купон сезонного сервера, вы потом в дальнейшем можете точить, кофрасить. Единственное, что вы не можете сделать, это продать. Все остальное вы можете делать с этой шмоткой. Это обычная босс-шмотка, только ее нельзя продать на аукционе. Все. Она больше ничем не отличается. Также вы, допустим, можете, если вы взяли древнюю, вы можете ее заточить на 20, закофрасить на 10 уровней и потом в дальнейшем сделать из этой шмотки доспех бога. Об этом писали в техподдержку, спрашивали, уже отвечали. Да и ребята на Корее, кто играет, уже делали себе из этих доспехов заточенных на 20, закофрасить на 10 доспех мертвого бога. Так что все вы можете сделать с этими доспехами либо оружием, кроме продажи на аукционе. Так, идем дальше. Что еще у нас? Письмо Фугара. Искренние пожелания от Фугара. Искателям приключений, которые собираются продолжить свои путешествия в большом мире. Шапка выпускника. Это головной убор, который встанет у вас вот сюда вот в шлем-костюм. Да, это как внешка будет. Можно будет ее поставить и ваш пирс будет стоить в такой шапочке. Прикольно. Также купон на скидку 20% для ребят, которые когда-то что-то вообще покупают в донат-шопе. У них будет скидочка на 20% на все товары в товарах в премиум-магазине. Совет Валкса плюс 100. Золотая шапка выпускника. Этот предмет просто идем продаем обычному вендору за 10 миллионов серебра. То есть, обычному NPC в любой магазин. Дальше, ивент свиток удачи убывающей луны на 7 дней. Все мы знаем, что это. Это у нас вот свиток убывающей луны, 100% боевой опыт навыков и так далее. Свиток слезы Элян, сколько штук не написано, послание с благословением, свиток удачи, свиток помощи Йована Агролина. Это такой свиточек ремесленный, который дает 100% ремесла и 20% ремесленного опыта. 100% мастерства ремесла. То есть, у каждого персонажа, если кто не знает, так немножко накидаю, есть мастерство ремесла. Допустим, у меня мастерство сбора, не сама профессия ученик 2, а именно мастерство 60. Использовав этот свиточек, у меня будет 160. Ну, к примеру, так. А если у вас там 1600, у вас будет 1700, то есть, довольно неплохой такой свиток, действует он час и 20% еще ремесленного опыта дает. Что идет камень тахроса, это вот такой вот камушек, довольно неплохой алхимический камень, особенно новичкам, просто вообще неимоверно зайдет. Там еще и 50% боевого опыта и 30% опыта навыков. Классный камень. Свиток. Так, это мы прочитали ящик с хорошими зельями, но это вот такой вот сундучок, что в нем падает, давайте откроем. Это у нас вот эти вот зелья, зелья карка, зелья, бальзам скорости, вернее, и бальзам храбрости по одной штучке вот в таком сундучке, то есть три вот таких вот бальзамчика. Тоже, кстати, прикольный, новичкам прям вообще в лед заходят. Единственное, опять же, их нельзя продать на аукционе, так что юзайте не пальцы. А так, забавы в них очень-очень даже толковые. Не выкидывайте и не продавайте вендорам. Ни в коем случае. Три вида сока пинта, тонус, сила, здоровье, там вроде как штук по 10 или по 15 что ли дадут. Если по одному дадут, то вообще будет прикольно, конечно. Сок пинта можно использовать только в случае, если уровень соответствующий параметра ниже 30. Опять же, что это такое? С уходим сюда, вот у нас боевой параметр и у нас здесь а есть параметры тела. Это тонус, сила и здоровье. Вот если у вас вот эти параметры ниже 30, ниже 30 уровня, вы сможете заюзать эти соки и ваш персонаж получит немножко опыта вот в эти вот характеристики. Итак, идем дальше. Ну, по использованию камня в перенос от вала я ничего объяснять и рассказывать не буду. Покажу, как я и говорил все это, ну, опять же, для торопык исключительно. Мы заходим к тучке. Здесь, а, не к тучке, сорян, это нам надо будет к этому идти. Ой, как же его называть-то? Ай. Кто он? Кузнецу. О, точно, кузнецу. Ёлки-палки. Как же он. Давай. Я не знаю, у нас есть у этого чувака, нет, это не тот. Где у нас коню? У нас конюх. Так. Нет, здесь нету, это надо будет к кузнецу именно. Не конюху, не к докеру, а именно к кузнецу именно в городах. Давайте, пока рассказываю дальше, добежим до кузнеца и там вам покажу. Ну и так, последний этап выпуска. В прошлых заметках Г мы сообщали информацию о том, что один из приметов саржетувал, можно обменять снаряжение босса. Но об этом я вам уже все рассказал, про оружие также рассказал. А вот вы сюда подбегаете к этому тронану, елки-палки, under for. Заходите, здесь вот у нас как это извлечение, это ремонт, полный ремонт, максимальный ремонт. Не то. Так, а где у нас эта штука? Это извлечение, значит все-таки у тучки судить. Очень серьезно, что? Инкрустация. А, ну да, вот здесь вставить крестанец. Опять не то. Ага, ага. А, уууу, ту плюс. Сорян, ребят. Сорян. Заходим к тучке улучшения, здесь нажимаем, ставим аршер, либо шмотку, которую вы хотите с помощью печати вот этого тувала, сделать потом шмотку, которую может носить обычный персонаж. Сразу обращайте внимание на то, что шмотка должна быть именно той, которую вы хотите использовать. То есть, ну, это 20-я шмотка, да, или 19-я, если это максимально, оружие максимального уровня заточки и бижутерия максимального уровня заточки. Можете не париться по поводу камней инкрустации, ни хрена с ними не случится, все камни инкрустации сохранятся, просто оружие останет обычным. Все, то есть, если печать ими было запаковано оружие, либо там стоят камни инкрустации, ни хрена с ними не случится. Единственный айн момент, это то, что когда вы будете менять снаряжение на боссовское, оружие, либо снаряжение на боссовское, вытащить оттуда камни инкрустации, иначе вам не даст это сделать никак. То есть, вы будете подходить, юзать купоны, не в понятках стоять, почему вам не дают перенести вашу шмотку в шмотку босса, да, оружие, в оружие босса, что за фигня, как быть, что делать, и как после этого дальше жить вообще, да. Так что, будьте внимательны. Если за кафрашно, вытаскиваете кафрасы, делается так же у кузнеца, если там стоят камни инкрустации, так же подходим к кузнецу и вытаскиваем оттуда камни инкрустации. Если они вам нужны, то покупаем молоточки за мили, заходим в шоп, заходим в мили, и здесь продаются вот такие вот молоточки, мили, молоток черного духа. 750 миль стоит, так что, если вы готовы потратить по 750 миль за то, чтобы вытащить камни инкрустации, берем, вытаскиваем. Если там стоит какая-то гешманская дичь, просто заходите к тучке, инкрустация, вот сюда вот, ставите, допустим, шмотку, любую, да, вот эту, а вот здесь камень инкрустации, просто кликайте по ним, по камню инкрустации ПКМ, нажимаете подтвердить, и камень инкрустации вылетает нафиг из этой шмотки, но он сломается, а не останется у вас, так что, также, опять же, будьте внимательны. Ну и последнее, да, прям самое-самое вкусное. В прошлых заметках ГМ мы указали, что выполнив все 40 ежедневных заданий фугара, можно получить пятое украшение Иллирии. Опять же, ребята, одну на выбор нужно будет выбрать либо серьгу, либо кольцо. Статуй у серьги, точно такие же, как статы у четвертой серьги Карнак. Заходим аукцион, заходим бижутерия, заходим, ну давайте сначала кольцо, посмотрим, да, кольцо, это у нас эквивалент четвертого храма, вот он у нас четвертый храм, это у вас будет 17 атаки, 10 меткостей, точно такое же абсолютно кольцо, только будет на нем ставить цифра К5. серьги у нас будут эквивалент, как я и говорил, четвертого Карнака, 13 атаки, 4 защиты, 10 меткостей, имейте это ввиду и выбирайте, нужно будет выбрать одну бижутерию, обе вам не дадут. Также, ну и как я и говорил, можно ли создать нового сезонного персонажа, после досрочного выпуска летнего сезона, нет, нельзя, когда исчезнет снаряжения тувала, на которой не было использовать камень-перенос тувалы, после начала второго сезонного сервера, это 2 сентября, у нас все, что относится к этому летнему сезону, ну все, что у нас останется, и мы не поменяем с камнями тувалы в снаряжение обычное, да, и все эти камни там и так далее, все это поисчезает, так что, ребята, скидывайте все это нафиг, то есть фейл, и все вот это останется, камни тувалы, всякие там заточки вот эти, да, все вот это впариваете, нафиг, ну еще раз покажу, да, что это за фигня все, то есть всякие вот такие камни, там, ну вот это вот оставьте, кстати, они никуда не исчезнут, это снаряжение хаппи, ничего с ним не будет, ну по крайней мере не должно случиться, с ним ни хрена, а всякие точки тувалы, камни тувалы и так далее, вот такие всякие точки, да, и камни тувалы все впариваете в магазин обычному вендору, ну либо меняете эти заточки на фейлы, там и так далее, и так далее, и так далее, потому что все это поисчезает, мотки эти тувалы, там, которые останутся, бьютерри, ненужное вам уже тоже все это продавайте, нафиг. Что произойдет с инфрустированной камнями и игровой фамилии создателя снаряжения, то есть фамилия у вас останется на 20-х шмотках, которые, ну когда мы шмот улучшаем на 5, да, и там фамилия создателя, у вас все это останется, не парьтесь. Также, говорится, у меня есть шлем, если, допустим, вы по ошибке вдруг за место 20-ой шмотки перенесли 19-ую, то не кипишите, не паникуйте, пишите в службу техподдержки, они вам поменяют. Но лучше так не тупить, не надо нагружать техподдержку, потому что хрен его знают, когда они вам это сделают. Могут сделать через день, а могут сделать через месяц. Так что, лучше будьте внимательны и делайте все это аккуратно и внимательно. Также, можно ли выполнить достижение подписки Черного Духа и получить награды после завершения выпуска с летнего сезона? Ответ. При изменении сезонного персонажа на обычного, выполнение достижений подписки Черного Духа и получения наград станет недоступным. Ну, то есть, как я объяснял вам, чтобы сделать персонажа сезонного обычного, вам нужно перейти на обычный сервер и как только вы с помощью купона сделаете своего персонажа сезонного обычным персонажем, у вас вот эта ваша сезонная подписка исчезнет. Вы забрать награды Черного Духа, допустим, по подписке Черного Духа сможете только на сезонном сервере, сезонным персонажем. А этот персонаж у вас уже не будет сезонный. И вы нового создать не сможете, потому что вы уже сезонного сделали обычного. Так что, будьте внимательны. Если вы хотели оформить подписку, забрать здесь вот эти все плюшки, то будьте внимательны. Опять же, ребята, будьте внимательны. Если вы хотите и дальше получать по ежедневке до 26 числа, то есть, начнется 5 августа досрочное завершение, можно сделать сезонного персонажа и перейти обычный. А можно 26 числа это сделать. То есть, до 26 числа можете это сделать. И вы будете каждый день брать ежедневное задание и забирать вот этот сундучок и свиток удачи. Но если вы, опять же, сделаете свой перс из сезонного обычным, то эти задания выполнять уже не сможете. Вы потеряете каждый день свиток удачи и каждый день потеряете сундучок за достижение цели. Поверьте, это очень довольно-таки ценные награды. Особенно свиток удачи. Свиток удачи дорогого стоит. В шопе он стоит полтора косаря пять штук. Так что, ребят, как бы, ну вот как-то так. Очень многие донатят ради именно свитков удачи на костюмы в шопе, чтобы поиметь там два, три, там четыре свитка удачи сейчас дают. Так что, имейте это в виду. Так, можно ли продолжать усиливать снаряжение босса, который об этом я вам рассказывал? Мой сезонный персонаж сорокого уровня, смогу ли я получить выпускной сундук с подарками? Смешной, конечно, вопрос, ну ладно, отвечу. Для выпускного не требуется выполнять какие-либо отдельные условия, таких как уровень персонажа или задание фугара. Любой сезонный персонаж может выпуститься и получить награды выпускного до начала следующего сезона, то есть до второго сентября. Когда можно будет получить такие награды сезонного сервера, как совет валксов плюс сто и украшения и лирии? Я уже говорил об этом, но еще расскажу. данные награды можно будет получить после начала досрочного выпуска 5 августа после тех работ. То есть после тех работ 5 августа вы получите свиток валкс плюс сто из подарочка, который вам даст фугар. И естественно сделаете квестик и выберите украшения лирии уровня 5, о том же я вам говорил для этого нужно сделать 40 августа фугара. Если еще не доделали, то доделывайте, а не бегите сразу реролить своего перца сезонного на обычного. Бородец у вас будет. Я поздно начал играть на сезонном сервере, кажется не успею выполнить все 40 заданий до завершения летнего сезона. Как раз таки вот вопрос. Получается, что я не смогу получить улучшенное украшение и лирии и совет валкса плюс сто. В случае если вы выполнили первое из 40 ежедневных заданий фугара летнего сезона, вы сможете продолжить выполнение заданий даже после завершения летнего сезона. И конечно же если все 40 заданий завершите, вы сможете получить украшение и лирии и совет валкса. Даже так вот. Я думал это кстати очень такая толковая темка. То есть ребят не парьтесь если вы только начали играть и хотите получить потом совет валкса плюс сто и украшение и лирии уровня пять то можете прямо сейчас начинать делать квесты и после завершения даже летнего сезона вы можете обычным персонажем дальше ходить в фугар убрать этот квест и делать дальше. То есть вообще не парьтесь. А вот как-то так ребят. Ну и как я говорил у нас новый персонаж анонсирован к выходу нового летнего сезона. Это 2 сентября. 2 сентября у нас стартует второй сезон и у нас вторым сезоном также выходит новый персонаж Касашин предсоздание которого уже начнется 26 августа. На этом все ребят. Кому понравилось видео ставим лайк подписываемся на канал и приходим на наши стримы на твиче. Кстати да на ютубчике больше стримов быстрее всего не будет какое-то время а может быть и на совсем так что кому нравились наши стримы кто смотрел нас заходите на твич ссылки на твич есть в описании каждого видео переходите подписывайтесь и залетайте на наш стрим на этом все всем счастливенько всем пока